Военный музей Порто. Ну что, пошли посмотрим. Второй визит. Думаю, что будет лучше. По красной дружке пошли в музей. Меч Рыцаря Альфонсо, Энрике Альфонсо, вот такой вот, железяк, солдатики в большом количестве. Вот такие вот. То есть коллекция от начала огнестрела до Второй мировой. То есть как идешь, так и видно. Вторая мировая и уже после нее кораблики, все что было, короче, в сборных моделях, все сюда напихали. Это у нас кейзеровский шлем. Револьвер системы Наган. Винтовка 1886 года. Казармы Манкады, блин. Винтовка 1904 года. 1896 года. Скульптура. Вальтер. 1908 года. Парабеллум. Я дам вам Парабеллум. 1908 год. Сочи. Винтовка МК-3. Вот этот памятник я видел. Стоит недалеко от центра порта. Это 1916-й, 1918-й. О! Льюис. Знаменитый. М. Маузер. Убранс, так сказать, господ офицеров. Виккерс. С водяным охлаждением. Виккерс. Виккерс. Музей. Музей в Порто. Маленький, но довольно интересный. Я уже второй раз сюда прихожу, получаю массу удовольствия. На входе у нас несколько орудий. Это зенитка с одиночным заряжением и меньшего калибра по пять снарядов за раз заряжалась. Сидушки сняты, чтоб народ не лазил. Галбицы. Тут два вестанина одинаковые. Разные калибры. Португалия, в принципе, в 20-м веке начали только чуть-чуть повоевала и потом больше у них войны не было. Только в провинциях. Ну что, пошли смотреть. Коллекция здесь замечательная. Ой, какая прелесть. Памятник, так сказать, колонизаторам. Вся богатая история Португалии – это история колонизации. Ну а это уже современная экипировка. И своего революции гвоздик. Ну и, как говорится, вооружение. Бельгийский автоматик. Гранаты, как устроено в разрезе, как разлеталось. Это у нас миноискатель. О, израильский УЗИ, старый-старый. Сейчас уже очень сильно переделанный. Радиостанции американские. Вернее, радиотелефон. Гранатомет. Не гранатомет, извиняюсь. Старость, нерадость, склероз. Миномет. То есть упирается, мин закладывается. То есть носимый миномет. То есть хорошо в лесу с партизанами бороться. Ну или с партизанами хорошо. Это у нас, как говорится, Африка. Да, с дорогами в Африке тяжело. Это Вторая мировая. ППШ. Пистолет-пулемет с системой Шпагина. Это у нас Калашников АК-47, который сделал гражданин Маузер. Ладно, ладно, можете меня хейтить, сколько влезет. РПГ-2. То есть самое-самое начало противотанковых гранатометов. Дегтярь. Пила Гитлера. Или, как еще его называли, Вдоводел МГ-42. Лучший пулемет Второй мировой. После Второй мировой растащили его все коммунеления. То есть не просто не все коммунеления, а все, кто мог. То есть выпускали с пониженной скорострельностью в Америке. То есть сейчас выпускают. Даже в Звездных войнах из него лучемет сделали. СГ-3. То есть тоже американское. ФБП. Чем интересны в Португалии тут такие примеры вооружения находишь, которых никогда даже не слышал. Орудия 1934 года. Легендарный МП-40 у Гошмайстера Симонов. СК-5. Снайперская винтовка. ВЗ-52. Американское. Учебники для африканцев. М-25. Делали в гаражах. Томпсон. Чикаго 30-х годов. То есть и не военные были, и гражданские были. Бергман Вольтер. Вот с этого, похоже, ППШ лепили. Это у нас страны, которые колонизировала Португалия. Стэн Марк 2. Стэн Марк 2 тоже легендарная машинка. Его производили просто из подручных средств. Сбрасывали на парашютах только затвор, а остальное лепили в гаражах. Вольтер. Наградной. ФН Фау. Бельгия. Маленькое королевство, но оружие производило и торговало с удовольствием. МК-12. Дрейзи. Маузер. Четыре килограмма весит. Штайр. С боковым магазином. Австрия. А это да, сумречный тевтонский гений. Потом отказались и больше такого безобразия не делали. Лафет. Ну, вернее, не лафет. А ездовая приблуда для пушки, то есть туда, с той стороны запрягали лошадей, а сюда цепляли пушку. И, грубо говоря, две, три, четыре, шесть лошадей эту пушку таскали. Потом это дело было предоверено технике. Ангола, Мазанбик, Гвинея, Бесау. Розовый пояс так и не получилось сделать. А вот это вот у нас просто замечательная вещь. Это у нас механизированная зенитка, то есть крутится-вертится она не мускульной силой, а от мотора. То есть вот там сидит стрелок, пулеметы заряжаются, и он, так сказать, наводит лево-право-вверх-вниз, и их четыре ствола фигачат по воздушным целям. Ну и с боков, естественно, заряжающие заменяют магазины. Это вот как осуществлялась система наведения. То есть большая это упреждение, перекрестья, собственно, прицел. Походная бюрократия. Как же без бюрократии? Без бюрократии нельзя писать в армии, это наше все. Поэтому такое бюро. Парабеллум. Форма. Типа противогаз. Ну да, тогда только-только учились. Всякие хим-войска только начинались. Юис. Привязанный, то есть с ним можно поиграться, чтобы не утащили. Видите, уже под сошками все протерто, все это самое. Походные госпиталя. Протезы, вернее не протезы, а удержание. Отсос. Гной отсасывать из раны. Камбуз. О. Телеграф. И проводной полевой телефон. Алло, Смольный. Лена. Нахер, как нахер. У Льюисов здесь много. То есть в принципе они и воевали. Такой предвестник Рэмбо. Альберт Руаде Мендес. Ну что, пошли на второй этаж. Здесь у нас. Начинаем с рыцарей. И далее. Ядерные пушки. Разные. В ассортименте. Риот Реконкисты. Модельки парусников. Хорошие модельки. От души сделаны. Пушка корабельная. Маленькая. Только кораблики были маленькие. То есть вот на таком были более стационарные пушки. А на таком маленькие. Чтобы можно было поставить на вертлюг и с него стрелять. Книппели. Ядра. То есть вот это вот книппель. Ядро, которое закладывало ствол. Потом открывалось. Оно на цепи. И рвало такелаж. Герб. Алебарды. Шпаги. Рапиры. Кирасы. Алебарды. Универсальный инструмент. Можно колоть. Рубить. Стаскивать всадника с лошади. Но тяжел. Это уже огнестрел пошел. Палаши. Мушкеты. Штен. Вот. А это летающая цель для тренировки. Хоть зенитчиков, хоть военлетов. То есть я попробую вот этот самолетик сбить Тоже непростая задача Потому что все в музыке болтается Причем в 3D Карабины, винтовки А это уже приют из Африки Луки, стрелы Но в принципе на легком танке Против этого воевать было Хорошо, пока СССР Не начал поставлять туда в большом количестве РПГ-2 А потом 7 А потом вертолет и все остальное Поэтому оттуда Португалию И выгнали Вот так вот Вот Зарядный картуз посередине А справа, слева Патроны Ордена Всякие разные В ассортименте А вот На этом, так сказать Наше посещение Военного музея В порту Португалия Заканчивается Всем большое спасибо Всем пока-пока До новых встреч С вами был КВАК-2007 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok